Всем приветулечки любители криминала и добро пожаловать на вторую часть охоты накидал. В прошлом выпуске я испытал огромные проблемы в связи с тем, что практически каждый игрок меня сразу же узнает и кричит Лоренцо привет. Безусловно вам огромное спасибо за то, что вы респектуете мне, но снимать подобные форматы в таких условиях практически невозможно. Поэтому знакомьтесь, это Валера. Валера, настало твое время. Сегодня я буду снимать одновременно с двух телефонов. На первом телефоне у меня будет авторизирован Валера, а на втором телефоне у меня будет авторизирован мой основной аккаунт с админкой. Все максимально просто, Валера будет искать кидал, ну а я буду их наказывать. Забегая наперед, сразу же скажу, что снимать с двух телефонов было очень тяжело, поэтому ребятушки, ваша поддержка в виде лайков это будет максимальная благодарность. Не обращайте внимания на то, что все лагает, потому что второй телефон у меня очень слабенький и на автобазаре у меня очень маленький фпс. А вот и первое предложение. Данил Покасов. Подождите, пока Данил Покасов выберет условия сделки. Выбрал свою машину. У него, кстати, ну не совсем прям беспонтовая тачка, а кула. Так, друзья, ну наш Данил что-то резко передумал и не стал меня кидать и спрашивать, сколько тебе доплатить, чтобы ты согласился на обмен. Покажи ПТС. А что такое ПТС? Карпас 587. Карпас 587. Ахахаха, Валера Руфлит. В общем, друзья, вроде бы как бы этот Данил и хотел меня развести, но как бы очень-очень аккуратно все это он делал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Предложение от Кейт Томасова. Принимаем. Так, она вообще ничего не спрашивала. Ага, она выбрала быстро свой Мерседес в обмен на мой Бэтмобиль и ждет, что я соглашусь. Подъехала, все сделала максимально быстро. Вот это вот самый настоящий кидава. Ну что ж, плюс один в копилочку. Давайте теперь я его телепортирую с основного аккаунта и зададим ему пару вопросов. Ок, понял. Проверка людей. Зачем пытались кинуть Валеру? Хм, я не пытался кинуть Валеру. Я предложил обмен, а его дело принять или отказаться. Вы кинули обмен без РП-диалога, не обсудив условия. А какой РП-диалог? Все без РП кидают. Условия вы не обговорили. Но я просто кинул обмен предложения. А если он скажет доплатить, то вот условия. Но вы же понимаете, что обмен неравнозначный. Так точно. Опа, предложение от Славы Райс. Он просто только что подъехал. Ничего мне не сказал. Выбирает условия для обмена. Конечно же, выбирает свой запорожец. Ну давай, подтверждай. Да, вы выполняете обмен со Слава Райс. Вы обмениваете машину ЗАЗ-968 на машину Рейсер Тайкан. Ну он же, короче, Бэтмобиль. И доплата 100 тысяч рублей. То есть, по факту, он хочет купить мой Бэтмобиль за 100 косарей. Он мне ничего не говорил. Абсолютно никаких договоренностей у нас с ним не было. И конечно же, он ни в коем случае не попытался меня кинуть. Нет. Ну что вы, нет. Давайте я сейчас его телепортирую со своего основного аккаунта. И посмотрим, что он на это скажет. Кстати, друзья, хочу напомнить вам, что я играю на проекте Блэк Крэша на Вайтсервере. И у меня здесь есть собственный промокод 10 уровня. Хэштег Ларенза. Активируйте его на втором уровне после регистрации. И вы получите от меня небольшой приятный стартовый бонус. Ну а в качестве конкурса давайте разыграем для вас вот этот вот Бэтмобиль. С помощью которого я пытался сегодня отлавливать кидал. Для участия вам всего лишь необходимо, как всегда, досмотреть данный ролик до последней секунды. Поставить лайк, включить колокольчик и написать абсолютно любой комментарий по теме ролика. Ну а победитель предыдущего такого конкурса, как всегда, будет в конце этого видео. Добрый день. Здрасте. Вы только что пытались обмануть игрока на Бэтмобиль. Я хочу обмен с ним. Или купить. Обмен на Запорожец. Ну да. А сколько? Бэтмобиль стоит 7000 рублей доната. Где? Там нету. В донате. Ну да, конечно же там нету. Конечно же он не знал, сколько стоит Бэтмобиль. Я не знал. Она стоит 10кк. А Запорожец стоит 50к. Ну да. Ну так а зачем пытался наегорить Валеру? Он молчит. Ну молчал. Я написал Валера скок. Я не обманывал. Ну да. Ты просто решил обменять свой Запорожец на Бэтмобиль. Короче, понятно. Ну что ж, друзья. Ну а на этом всё. За всё время, которое я провёл на автобазаре, это где-то примерно часов 6, я поймал только два конкретных кидала. Но также я не вставил в ролик тех кидал, которые пытались меня просто развести на дурачка. Предлагают продать Бэтмобиль за заниженную стоимость, к примеру, там, тысяч за 100. Либо же предлагают какой-нибудь странный обмен на какую-нибудь шапку, либо же какой-нибудь аксессуар, который стоит 1010-20. Ну а у меня на этом всё. Всем желаю не попадаться на разводы. С вами был Лоренцо. И всем до скорых встреч.